Басинский Толстой, каким мы его знаем, во многом результат семейной жизни. В Толстовском центре, Пятницкая, 12, который служит выставочным филиалом Государственного музея ЛН. Толстого в Москве, 17 мая открывается выставка, посвященная 175-летию со дня рождения жены Льва Толстого графини Софьи Андреевны Толстой. Ее юбилей мы будем отмечать 3 сентября, 22 августа СТ. СТ. Выставка продлится до 11 ноября, посмотреть ее успеют все заинтересованные москвичи и гости столицы. Горячо советую. Выставка интересно продумана и состоит из трех залов. В первом можно познакомиться с общественной, издательской и творческой жизнью супруги мирового гения. Не все, например, знают, что она была не просто его женой и помощницей, но и издательницей его сочинений и даже их продавцом. То есть совмещала в своем лице, если можно так выразиться, и издательство, и оптовую книготорговую сеть. Тем паче не все знают, что после отречения Толстого от собственности, под которую он понимал и литературные права, Единственным, по сути, источником семейного дохода была именно книгоиздательская деятельность его жены, отстоявшей свое право на издание и продажу произведений мужа, написанных до духовного переворота. А это и «Война и мир» и «Анна Каренина», и «Казаки», и «Севастопольские рассказы», и автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» и многое другое. И менее ясная поляна была убыточным, так что содержание усадьбы Софьи Андреевне приходилось покрывать из своих издательских доходов. Творческая нереализованность была одним из источников страдания жены Толстого. Минус. Внук Толстого дважды неудачно бежал из плена. В этом же зале можно будет узнать о филантропической деятельности жены Толстого. Опять таки не все знают, что в 1891-1893 годах Лев Толстой со своими детьми работал на голоде, поразившем тогда громадные территории средней полосы России, и благодаря их стараниям были спасены десятки тысяч обреченных на смерть крестьян. И это была именно работа с устройством общественных столовых, а не раздача дармовых мешков с мукой, что проблемы не решало. Тем не менее мешки с мукой все таки требовались, а на это были нужные деньги. И вот эти деньги, огромные за три года порядка 200 тысяч рублей, были собраны благодаря письму Софьи Андреевны в редакцию русских ведомостей. И она же в своем доме в Хамовниках фактически стала пунктом приемки этих пожертвований, а жертвовали иногда и по рублю, и каждого нужно было поблагодарить. Здесь же можно будет узнать о творческих устремлениях жены Гения. Будем откровенны, собственная творческая нереализованность была одним из главных источников страдания Софьи Андреевны. Можно, конечно, надо этим иронизировать, как и над творческими амбициями третьего сына Толстого Льва Львовича, в чем немало преуспели еще их современники. Но факт, что Софья Андреевна действительно была одарена многими творческими способностями. Орнаментальное шитье, знаменитое одеяло в греческом стиле, было не единственным ее талантом. Она и рисовала, и фотографировала, и писала в прозе чьи вина. Песня без слов, но, надо отдать ей должное, ничего при жизни не печатала. Минус. У героев романа Льва Толстого «Война и мир» были реальные прототипы. Второй зал посвящен ее и Льва Николаевича детям. У них было 13 детей, весь список которых она сама составила в 1917 году, за два года до смерти. Из них только 8 дожили до зрелого возраста. Другие скончались в младенчестве, и нужно понимать, что это происходило буквально на ее руках. Мать, вырастившая восьмерых до пятерых похоронившая маленькими, сегодня возможно только в беднейшей стране третьего мира. Любая современная европейская женщина на такую перспективу смотрит с ужасом. В дореволюционной России, в том числе и в дворянских семьях, это было, как ни странно звучит, нормальным явлением. Примерно та же участь постигла и мать Софьи Андреевны, любовь Александра в Нюберс. Но, быть может, именно благодаря жене Толстого, не просто пережившей это, но и описавшей в своих гениальных дневниках и мемуарах, этот женский героизм. 19. Века сегодня известен. Наконец, третий зал посвящен супружеской жизни Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Толстой, каким мы его знаем, это результат сложной, но счастливой семейной жизни. Вокруг нее из-за ухода Толстого из Ясной Поляны сложилось такое количество мифов, что пробиться к истине тут невероятно сложно. Но есть факты, которые очевидны. Ни один великий писатель мира не прожил со своей супругой без малого 50 лет, не родил с ней 13 дт и не был на протяжении полувека окружен такой заботой о себе и о своем здоровье, самочувствии, своих ежедневных и ежеминутных потребностях, капризах и т.д. То, что она не разделила его духовное искание, не стала его союзницей в этом плане, как его друг и помощник в Эггэ. Чертков, это проблема из проблем, и в этом можно разбираться бесконечно и спорить до хрипоты. Но факт, что Толстой прожил бок о бок не с толстовцами, а со своей женой, и написал то, что он написал, не в толстовской коммунии, а в семье. И говорить о том, что без своей жены он сделал бы в сто раз больше, это, конечно, наивно. Это был бы другой Толстой и вообще не Толстой, каким мы его знаем и каким знает весь мир. Тот Толстой, каким мы его знаем, это во многом результат сложной, разноликой, но в целом счастливой семьи. Ее жизнь была и его жизнью. Вспомним это. Культура литературы о Льве Толстом Литература с Павлом Басинским Литература с Павлом Басинским